Всем привет! И ты попал на канал Вилка. А это значит, что нужно ли тебе что? Взять печеньки и готовиться к лучшему времени при прождении за день. А мы продолжаем с тобой Обан. Звёздные гонки. Пятая серия первого и единственного сезона. А мы уже, как планета Земля, выиграли две гонки. Мы практически уже в списке лидирующих победителей, претендентов на главный приз, скорее всего. Потому что, ну как две гонки, кто ещё что? Две гонки ты мог выиграть, никто я считаю. Ну я бы так не сказал, конечно. Что ты не сказал? Ну и еле доползали. Профессионально еле доползали. Доползать при еле можно по-разному. Можно доползать еле-еле, а можно профессионально еле. Где мы немножко еле-еле? Нет, мы профессионально. Я считаю, это всё было продумано. Гениальный план. Рик у нас идёт на поправку. Рик сейчас, походу, спихнёт нашу Молли, Полли, Воли-Голи вот это всё на второй план. И будет кататься вместо неё. Она, конечно, расстроится, обидится ещё на батю, скорее всего. Будет проигрывать, а потом обратно Молли вернут. Вангу. Да нет, ты чё, как бы, понимаешь, Рик – это мастер спорта по гонкам пятнадцатого разряда. Соответственно, даже если он будет проигрывать, Дон Вей скажет, блин, Рик, ты красиво проигрываешь. Уж лучше проигрывать так красиво и профессионально, как ты, чем выигрывать так... Тогда это тупость полная. Так, чем проигрывать так бесполезно, как Молли. Ну, это Дон Вей, шо ж поделать? У него такие взгляды. Он считает, что мы вообще позорим, точнее, они позорят всю планету Земля. Хотя я сомневаюсь, что кому-то вообще есть до этого дела. Вот, как-то так. Погнали! Мчитесь, как ветер, чемпионы! Мы будем ждать вас на опене, где и вручим почётный приз. Несчастный случай, который произошёл с Риком Зандерболтом при первой гонке, был ударом для нас. Теперь никто не может пилотировать Эра У-2. Только я, Молли, белая ворона в команде. Это была возможность показать Дону Вейу, нашему командиру и моему отцу, из чего я сделана. Это была отличная гонка. Дон Вей даже и не догадывается, что я его дочь Ева. Но, может, он полюбит меня, как пилота Молли? САВ, ДЕОЛД ПРОДАКШЕНС, ЭНДЖЕТИКС, ЕРОПА, СОВМЕСТНО С ХЕЛФИЛ... ПРЕОДОЛЕВАЮ ТРУДНОСТИ, Я БЫСКАЗАЛ. Ну, опять-таки, видишь, она видит, что её отец — это великий человек. Она хочет быть принятой, хочет быть любимой, хочет отцовского внимания и всякое такое. Она считает... Не важно, что он её ни разу не навестил и не обратил внимания. Как это неважно? Это важно. Для неё неважно. Она хочет быть... Она, видишь, пришла, преодолела такой путь. И вот она всё равно думает, что она недостойна его такого великого... Так может, она ему не нужна? Вот. И поэтому она хочет показать, что она великий гонщик, как бы он ей вогордился, вот это всё показать. Она не служит его уважением, если он не захочет. И потом она такая, типа, ха, смотри, я вывела эти гонки, спасла землю, и я твоя дочь. Гордишься? Он такой, да, её она... Он такой, нет. Он такой, да. Он такой, я горжусь тобой как гонщиком, но ты не моя дочь. Вот. Ну, короче, она в это верит. Так что нам показывают определённые психологические проблемы. В жизни так, не бывает. Это не обязательно. Типа, ну, может быть, но не обязательно. То есть в жизни человек, даже будь это мама или папа, или кто-либо другой из родственников, они всегда могут сказать, не хочу тебя любить, не буду тебя любить. И всё, это как бы... И будут правы? Это, в смысле, будут правы. Это больно. Это нужно прорабатывать с психотерапевтом, ходить на эти... Как их там? Ну, сеансы, типа... Ну, сеансы, типа... Нет, я к тому, что, в принципе, они же не обязаны любить. Да, и никто никого не обязан любить. Вот. Родители могут не любить. Как и дети. Да, как и дети родители. Такая вот суровая реальность. Никто никому не обязан живить своей жизнью. Поэтому то, что она сейчас, типа... Ой, папа, типа, хочу, чтобы он меня признал. Ну, как бы, хочешь, старайся, но, типа, не нужно потом плакать, что он там скажет, типа, нет. Я на её месте бы уже... Я её ещё в первой серии, мне кажется, говорил, сразу надо было поставить все точки на «Д» и сказать, я такая-то, такая-то. Это как бы, хочешь-хочешь, не хочешь, до свидания. Всё. Чего вот это вот катать? Заслуживают любовь. Заслуживают внимания. Не хочешь любить, не люби. Я пошла, вон, у меня это... У меня вон новый друг, стрелок есть. Мы с ним в Байре нормально зависаем. Принц, ездишь, я на другую планету улечу. Буду принцессой, понял, да? Да. Всё, давай. Обан, звёздные гонки. Авторы действия, продюсер Севен Гитман Эйфель. Хороший, конечно. Хороший, конечно. Ваши черепашки-ниндзя нервно кузы в сторонку. Это я тебе закручил волосы пару дней назад. В черепашках-ниндзя-король. Жестокие, как серисы. Ты серис, нет? Нет. Прикинь, однажды ты такой просыпаешься, смотришь в окно, а уже на земле находишься, и всё, что с тобой произошло, это был сон. Я в интернете. Да. Пора вставать! Сегодня у нас много дел! Прости, мама, я не слышал будильник. Эй, постой секунду! Доброе утро, Кодди! Как сегодня моя Аэро? Ну, хорошо, Стэн заканчивает последнее приготовление. Прекрасно! Я знаю, сегодня будет отличный день. У нее как будто Сайка сам бегает. Вот я и хотел сказать, что у нее этот... Агуша какая-то. А похоже на электронную сигарету. Нет, похоже вот как раз-таки на тюбик, типа вот этой пюрешки. Все, можно гонять дальше. Я еще агушку причем при этом захотел. Смотрит прямо на меня. Что? Стэн, что ты сделал с моим сидением? Постой на место. Ты же знаешь, что стандартное сидение мне велико. Да, зато мне в самый раз. Рик! А ты вернулся? Да, вернулся. Врачи на Алуосе владеют такими технологиями, каких мы на Земле и не видели. Я слышал, мое сидение не поставало. Судя по тому, как вообще выглядит планета Алуос, то тут надо говорить не технологиями, наверное, потому что технологии на этой травяной планете, не знаю. Больше, можно сказать, методики и техники. Они там встают эти знахари в круг такие, читают в какой-нибудь... Что за стереотип? ...святую молитву. И, короче, магией начинают его лечить, и он лечится. Я примерно так себе это просто... Ну, серьезно, смотри, тут разрушенные здания, все в зелени, в травя. Ну, это какая-то такая... Ну, у них есть медицина. Да, шаманская. В другую не верю пока что. Ну, что-то ерунда. Спасибо, мышонок. Расскажи мне все по порядку. Скромно здесь ни к чему. Ну, в общем-то... Рик! Рик, ты вернулся вас? Здорово! Нам тебя так не хватало здесь! Тихо, Джордан, не надо объятий. Доктор не велел. Пожалуй, я оставлю вас наедине. Мне надо кое-кого найти. Плавать будет? Купаться, мыться. Все в порядке, коти. Идет. Эй, вы! Типа, мем, знаешь, искать, где черный кот. Да, вот такой. Да-да-да, типа, он такой, только иду, разбираться. А почему вы мне не сказали, что Рик вернулся? Не было времени, юная леди. У вас вечно нет времени, так ведь? Эй! Ну ладно, Рик. Надо как следует проверить новые реакторы. Да, я готов. Джордан тоже готов! За работу! Шутки в сторону! Блин, ну, не знаю, так прикольно тоже, Рик, как пафосного персонажа сделали. Да, как будто я и заверю, вся планета, как будто вся планета, земля просто течет по нему, типа. Все опоры на месте, устойчивость 100%, все в порядке. Так, отлично, вперед, Рик, садись и вперед. С удовольствием, я соскучился по скорости. Пока мы разговариваем. Все так смотрят, как будто я не знаю, представление в цирке, да? Да, да. Ой, земля, они летят. Звезда вернулась. Что? Драва. Что со мной происходит? Прикинь. Ну, а бы я была жесткая. Что он делает? Почему он не пристегнулся? Он разобьется. Рик, что происходит? Рик, с тобой все в порядке? Он только сел, и вот здесь скорость. Все в порядке. Я просто немного порезвился. Это не похоже на Рик, а он никогда не рискует напрасно. А ты все знаешь? Так она его фанатка тоже, наверное, всем отчего посмотрел. Все к гонке. Эй, ты молодец, Рик. Спасибо вам, ребята. Рад, что я здесь. Пойду отдохну немного. Я все думал, что мне напоминает его костюм, и я понял. Мне напоминает этот костюм Росомаху. У него тоже был черный костюм каноничный с желтыми вот этими всякими вставками. Он тоже такой весь накачный. А я Зика не могу разведить в нем. Я его думаю, вот, ну, Зик-то это ладно, это внешне, наверное, лицо. А тут я про костюм говорю, ему еще маску надеть Росомахи, и все, вылит. Постой минутку. Да, Рик великолепен. Как хорошо, что за рулем опять настоящий профи. Я по голове получше. Молли, постой, я хочу сказать, что ты, конечно, молодец, но до Рика тебе далеко. Рик, ты здесь? Странно, что это она заметила, а не они. Да, профессиональные гонщики. Да, они же в руках с ним ездили. Ну, и ездили, и у них как бы опыта больше, и они знают, наверное, его повадки, там вот это все. Она-то, блин, чисто тинейджер из этого интерната сбежал. Что происходит со мной? Да не трясись ты! Стой! Рик? Кто тебе разрешил войти сюда? Мне надо отдохнуть. Ты можешь это понять? Прости, Рик, но я услышала шум и хотела... Не было шума. Не беспокой меня. Я, должно быть, ошиблась. А? Опять его включить, да? Угу. Я в порядке. Надо только отдохнуть. Джордан, у тебя есть минутка? Что такое? Я очень беспокоюсь за Рика. Ты не заметил ничего странного, когда был с ним в полете? Сначала я испугался в Молле. Но потом я подумал, ничего, ведь это же Рик. Успокойся, Молле. Сегодня Рик показал нам высший пилотаж. Ладно, хорошо. А ну, посторонись. Эй, Кодзи! Ты считаешь нормальными те трюки, которые выделывал Рик на гонке? Молле, по-моему, ты немного завидуешь Рику. Ничего подобного. Я боюсь, что... Молле, дай Кодзи работать. До следующей гонки совсем мало времени. Вы только и думаете, что об этой гонке. Правильно. Никому нет дела. Ну и ладно. Всегда, когда тут какие-то проблемы, не стоишь. Ага. Я знаешь, о чем подумал? Что классно, что нам показывают не просто слили, да, там, этого водителя, и все это время была Молле. А показали, что он вернулся, там, вот это все. Показали не просто, что он сел и сразу такой идеальный весь здоровый, а то, что у него реально какая-то травма психологическая, физическая. Осталось, да. Да, и это все так, ну, прикольно. И раскрывает, как персонажей, сценарий, как ты вот проникаешься, ну, очень круто. Прямо вот глубина чувствуется. Такая музыка без авторского права. Кого я вижу, мой новый друг Молли? Садис, ты как всегда, не вовремя. На самом деле, это вопрос перспективы. Ну, гонка вот-вот начнется. Ты должна быть готова. Какой он уверенный в себе, дедушка. Мой, говорит, новый друг. Может быть, сразу в картишке с Гори. Так забавный. Ты нужна своим друзьям? Я больше не нужна им. Как так? Не нужна им все, поверь мне. Сначала они выжмут из тебя все, а потом, пуф, будто тебя и не было. Очень мрачные мысли для твоего возраста, Молли. Нормальные мысли для моего возраста. Уж я-то знаю. Нам надо поговорить. Начинаем третий раунд отборочных годов. Вызывается команда Земли. Спасибо. Ну, нам только нас и показывают, Федя. Звездная команда вернулась. Ха-ха, на радость зрителям. А теперь представитель народа Монг-сэра. Мне кажется, облажается. Неужели эта штука может летать? Вообще-то не должна. Наверное, используют неизвестную форму планетарного магнетизма. Я буду на чеку. Какая-то спираль. А можно считать, что у меня больше шансов до финиша дотянется быстрее? Нет, ну подожди. Было бы забавно, если бы он такой старт этот полетел, а у того такая рука открывается, 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 открывается и до финиша. Нет, они должны же стартовать, типа, нос к носу, чтобы у них нос были одинаковые, поэтому разницы не имеет. И при одинаковой скорости и одинаковом расстоянии они одинаковый финиш пересекают, поэтому не сильно играет роль. Но сам факт того, что у него корабль такой плоский, и он как плоский человек, это забавно. Но он и быстрее будет лететь. Только не позволяй напугать себя. Все, порядок. Обтекаемости. Своей плоскости, да? Ну да, у него преимущество определенное. Такой маленький такой. На коняшку похож. Прихотника. Люди, наконец-то пришел ваш сутный день. Ого. Сейчас вы у меня узнаете. Он это, отсюда вдохновлялся. Да. Он такой, блин, ну это, конечно, прикольно. Какая жесткая штука. Ооо, что это было? И я вам напоминаю, что впервые там во второй серии они жаловались на принца-лучника, который типа, его оружие не встроено. А вот этот нормально? Нет, в нем во-первых фиг попадешь. Во-первых фиг попадешь, а во-вторых оружие имба какая-то целыми слоями, блин, режет. Джордан, постарайся задержать его. Попробую. Получай, придурок. Какие жалкие атаки. По факту. На самом деле, был сам, что ты еще проиграешь с такими жалкими атаками. Прикинь. Не знаю, мне так кажется. Наши должны же всегда выигрывать. Ну, может. Давай, Рик, повтори тренировочный полет. Зигзаг, зандерболта. И сейчас. Прости своих друзей за то, что они не понимают тебя. Иначе грош цена вашей дружбе. Разве не так? Поговорим потом. Это что, старичок, буревичок? Зачем продолжать разговор, если ты все поняла? Откуда он их встречал? Он там гулял. Он здесь живет. Его планета. Зачем приходят к ним, докапываются дни. Потому что он их этот администратор. Типа. Каждой команде пристроен один этот. Такой, что он? Ключки от номера раздавайте. Такой, нам раздавал. Вот и курирует, чтобы они гонки не пропускали. Следит, как бы он ответственный. А что он к ней пришел? Гонка идет. Идет, посмотрите, не за гонкой. Тебе что, не нравится? Да он пришел к ней, что бу-бу-бу. Он начал раздавать. Он же не знал, что Рика поставили главным. Он пришел, говорит, а что ты тут сидишь? Иди, скоро гонка, готовься. Она такая. Это не моя. Это не моя гонка, Рика обвернули. Он такой, типа... А, она такая. От меня друзья отказались. Он такой. Ну ты дай друзьям второй шанс. Типа бла-бла-бла. Вот и все. И она побежала, увидела, что происходит. Рик, прекрати заигрывать с соперником. Он опасен. Он не слышит вас, сэр. Он блокирован. У него полностью отключена нервная система. Не говори глупостей. Утром он был в отличной форме. Ага, конечно. Все правильно. Двечку поставили, нет? Как вы могли подумать даже на секунду, что вы достойны почетного приза. Люди, кроки, нуразийцы, все одинаковые. Это каждую серию гонка. Так-то да. Нет такого, что ой, поноем. А тут и ноем, и... И 50 до 50, да, показывают? Да. Нормально. Нравится. Чего несколько тысяч лет, а сколько вы замнили о себе? Рик, что происходит? Все в порядке. Нужно немного отдохнуть. Рик, это хуже, чем я думала. Ладно. Как ты думаешь, что он сейчас делает? Пора действовать. Сейчас. Я. Как, а как внутрь зайдешь? Блин, я вообще не знаю, как можно держаться, когда у тебя дождь, все скользко, еще такая скорость, и еще как-то залезть внутрь, вообще жизнь нереальная. Смотри, какую вы носите. Я иду, Рик. А, Рик. Он, должно быть, отключился. А? Ужасно. Мышонок, что ты здесь делаешь? Я сяду за руль, а ты жми на педали. Спасибо тебе. Это интересно. Видно свежие силы. Теперь я понял тебя. Сопротивление бесполезно. Народ Монг, последний из древних жителей галактики. Он во время гонки решил рассказать про свою семью. Да я вообще думаю. А вот моя мама, а бабушка, а папа. Я вообще думаю, если он лидировал в гонке сейчас, зачем он, ну, замедлился, чтобы встать с ними наравнее, начать рассказывать эту историю. Гонишь пыль, гони до конца, как бы быстрее будешь, быстрее выигрыш. Зато мы знаем, что он один из, точнее, последняя выжившая древняя цивилизация в галактике. Какие-то типа альтернативные майя, вот эти наши. А я последний из Монгов. Вы не достоинно бороться со мной. Тебе конец, Монг. Монг. Я вижу, вы еще не поняли, но я великодушен. Я не заставлю вас слишком долго страдать. Предлагаю самый лучший подарок. Позвольте показать вам мир Монгов. Гипноз пошел, смотри, незаконный гипноз какой-то. Похоже. Но тоже дырочки такие же. Аня, в любых духовых дырочки. Нет, он из дерева сделан. Все духовые почти сделаны из дерева. Ну, это курай, просто трубка. Курай длинный, как минимум, да? А это короткая дудка, клейта какая-нибудь. Это обрез курая. Аня, обрез это ружье. Я знаю. Эта ружь. Сноса. Курай. Что зато это промахнуло? Укусилась. Они вообще оба такие. Время спать. Типа, знаешь, когда я там переел, перепил. Я, я все, я это, я потремаю. Позовите, когда все закончится. Так, там поворот, кстати, опасный. Вправо. Молли, что случилось? Мышонок? Проснись, Молли. Проснись. Проснись. А Джордан там тоже спит, нет? Делаем вывод, хорошая музыка разрушает иллюзии То есть вот этот вот великий, точнее последняя древняя цивилизация, оставшаяся в галактике, гений мысли, супер, я не знаю, железный плоский человек, не смог просто сделать поворот? Что, дурачок? Ну он такой, он не ожидал, что его чары разрушат Поэтому решил врезаться Ну не успел следить Но он все равно пока дует дело, он же должен за дорогой был следить, там резко повернуть в какой-то момент И кстати, опять-таки, возвращаясь к твоему хейту принца, который стрелял из лука, он вообще сейчас флейту использовал Он вообще ду-дел, даже не оружие, может сказать, музыкальный инструмент Может он для себя играл? Ты для себя играл нам иллюзию, кто показал? Он для себя играл, да, он такой, я хочу поиграть А иллюзия? Сама по себе появилась? А его волшебные игры? Так и запишем Вот, смотри, не еле-еле доехали, а профессионально Вот так вот А это о чем говорит? Это говорит не о том, что мы еле-еле приехали, а профессионально еле, понимаешь? Профессионально? Настолько пофигу, как ты едешь, потому что ты профессионал, понимаешь? Вот так вот можно ехать, вот так ноги расслабил, руки расслабил, и все, и ты уже первый Мы с тобой все видели, что происходило в кабине Он там у тебя, у него принц побеждает, принцесса побеждает Спасибо тебе за помощь, мышонок Все, его еще вытаскивать придется Мне очень нужен напарник Она ему ноги отсидела, короче, у него ноги оттекли, он такой, блин, звездочка по ногам, не могу встать Я рада, Рик А? Рик? Умер Прям там А потом говорит, что не докатились Только он умерел от другого На сопельках Мы с тобой, Рик О, карай, балькаешь, потрепало Я вообще не знаю, как он летает Каждую гонку он какой-то раз должен Так они их чинят Профессионально Так, смотрим на профессиональные медицинские технологии этой планеты Вам нельзя гонять, сейчас скажут Переделывайте кресла опять под ноги этой девочки У тебя сильный организм, Рик Ты выдержишь Но с гонками покончим навсегда Неправда Я врач В этой клинике Горди, гофрэш Сильно разрушила твою нервную систему Ты теряешь контроль над мускулатурой в момент сильного стресса Но вы должны вылечить его Нет Даже с таким высоким уровнем технологии Не все болезни излечимы Если Рик хочет жить, он должен навсегда забыть о гонке Навсегда Это невозможно Я буду здоров Рик, прекрати Вы же понимаете Гонки моя жизнь Рик, не надо Уйди Оставьте меня в покое Рик, стой Оставь его Ему нужно время Нам надо многое обсудить, юная леди Поговорим завтра Сегодня ты была младцом Так, я жду извинения от каждого по отношению к Молли Потому что Молли была права, что Рик болен Никто этого не заметил Сказали, ты завидуешь ему Ты вообще никто Ты вообще уволен И все такое Вот я хочу, чтобы каждый извинился Пока каждый не извинится Она не будет ездить За рулем этого корыта Я ее это Представить Что, на улице спал? Так, важный момент Смотри, раз тур победитель Потом два тур победителя Потом три тур победителя И потом еще один тур И вот там будет финальная Короче Я вот по количеству посчитал Я думала, это для красоты Так нам специально каждый раз Шарики показывают Которые типа сдвигаются Типа, вишь Раз, потом два Потом вот три И вот и последний остался Я так понимаю А потом будет раз, два, три, четыре Потом будет шесть Останется финалистов И из этих шести Должно быть еще Либо три победителя Либо один По-моему, по-моему, это ужасно Да Человек посчитает смысл Да, но с другой стороны Ну, во-первых Вообще в любой сфере Ты ни от чего Незащищенным А много чего Может, как бы Пойти не так Да, даже палка Когда тебя раз в год стреляет С другой стороны Наверное, когда в гонки шел Ну, давайте будем честны Ну, в гонках часто бывает Автомобили Взрезаются Взрываются Переворачиваются Русты И когда он в это шел Он по-любому должен был К этому готов быть Вот А здесь еще такие Как бы гонки Типа лютые Практически Не на жизнь, а на смерть Поэтому Ну, было Предсказуемо Такой исход И нужно принять это Как данность Он может пойти дальше Он, понимаешь У него даже Вроде бы в этой сфере Немножко все пошло не так Но он может пойти дальше Механиком быть Нет Наверное, механик Это уже Как бы он это давно перерос А быть Быть тренером Для будущих Гонщиков Тоже каким-нибудь Руководителем Кто командует Там вот этим всем Потому что у него Большой опыт Он не плакал Своей внешностью Можно вмоделить Да Шаманкингом Шаманом Королем Все Опять все Быстро Быстро, да Как-то быстро Робан реально прилетает Еще быстро Ты только как будто Начинаешь И уже конец Ну потому что Интересно смотреть Да, реально Интересный проект Вот В принципе Наверное мы все сказали Что можно было сказать Мысли у меня Вроде бы больше нет Единственное Запомни мои слова Если Вот они все Не извинятся Передние Она гонять Не будет Жду Извинения от каждого Желательно На коленях Желательно В письменном виде Потому что Ну как это Все ее главное Загнобили Ты вообще Никчемная Ты говорит Мы завидуешь Всем подряд Ты вообще Ездить не умеешь За рулем Ни разу не была Возьми свой мотоцикл Вообще Сана из этого корабля И все Так все К ней от нас Отнеслись Поэтому Если Либо Письменные Извинения Либо Вообще Мы летим На планету Земля Абурат Спасибо За просмотр Обязательно Подержи канал Подписывайся Ставь лайк Оставляй комментарии Пиши Как тебе серия Как тебе реакция Залетай в телеграм Устал Общения Подписывайся На бустер Ранний доступ Эксклюзивы И увидимся С тобой В следующих сериях Всем пока Пока Пока